Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Final Theory 4x Lite стратегию. В прошлой серии было несколько сражений, я чуть не потерял флот, захватывая вот эту вот базу. Причем до этого был флот сильнее, я там выиграл, а тут чуть не проиграл. Но сейчас мы получаем крейсер, добавляем его вот сюда. Есть первый крейсер. И теперь мы всей этой толпой полетим, полетим, причем даже с авторасчетом, там в 569. Летим, риск минимальный, авторасчет. Захватили еще одну крейсерскую базу, отлично. А купить эту и другие игры со скидками часто дешевле, чем в Steam, можно в Strateg.shop. Теперь мы можем сделать апгрейд на крейсер. Так, стой, да, Марк 2. Есть, делаем крейсер. Ну а теперь, кстати, посмотрим внимательно, потому что в прошлой серии я показал, что он есть, но не посмотрел, что на нем есть. Плазма торпеда, термические ракеты и термические пушки. Ну вот это по корпусу все работает, а вот это, видимо, по щитам. Хотя, хотя нет. Против щитов 308, против брони 350. Это против брони в два раза, да, активнее, это в два раза. То есть это против брони, а это и туда, и туда лупит, в принципе. Но у нас эсминцы лютые, которые нормально пробивают щиты, он в паре там с эсминцами точно, точно молодец. И, кстати говоря, раз такой он молодец, мы сейчас ему еще накинем на пушки 10%. Все, все вкачали, что можно. И я заметил, что комп потерял эсминца мне в своем авторасчете против плота на 200 с чем-то. Но, как я говорил, в самой первой серии вот эти все авторасчеты битв, они плохо работают в любой игре абсолютно. То есть, чтобы там выиграть, нужно превышение значительное, но все равно будут потери, и вот потери он мне сделал. Я до этого флот на 300 с чем-то без потерь делал, а флот на 250 он мне зафейлил кораблик. И сейчас мы еще посмотрим, как действует пропаганда на захваченные районы. Сейчас мы сначала посмотрим, что там по силе. Потому что интересно, 520. Либо он ослабит, не вряд ли он сразу захватит. Может вообще не сработать никак. Никак не сработало. Да, вообще полная фигня. Сильнее, если отправлять из региона, в котором есть флот. Слабее действует против обороняющихся регионов. Против имперских регионов очень слабо действует 0, если запущено из неопределенного региона против обороняющегося региона. То есть, если из пустого вот сюда это вообще 0, а так с прочими разными моментами есть вариация. То есть, можно и захватить. Был бы тут слабенький, тут был бы сильненький, можно было бы захватить сразу. Но это не написано как бы в цифрах. Поэтому, как это посчитать, фиг его знает. Ладно, надо, значит, стрелять по пустым и не выделываться. А мы едем дальше. Тут 520, тут 680. Но вот 520 можно забрать будет. Так, тут 520, тут 1000, 1000 нет. Значит, делаем тогда крейсер. Делаем эсминец. Эсминец. Эсминец нам позволит атаковать вот здесь. 520, а у нас будет сила. Ну, тут уже вручную битву проведу. И думаю, выиграю. По идее. Так, тут у нас открылись ворота. Это плохо. Ломаем их срочно. Все, сломали ворота. Пусть сидят все там, не выделываются. Тут харвестер. А, вот тут сделаем харвестер, потому что здесь могут подкраситься отобрать. Поэтому ставим харвестер. Быстрее выкачиваем все отсюда. Что-то не пойму. Вот это так, нем. Который осталось добыть, а это добытый. Да, вот это у нас есть. Поэтому вот отсюда отнимается все, что мы тратим на корабли. С вот этим эсминцем, что же делать? В следующий ход я собираюсь атаковать, он не успеет добраться. Разобрать его, что ли? Блин, ну разборка потом 3 хода будет перезаряжаться. Ну и гнать его тоже, да, вот этого флота. Раз, два хода, смысла нет. В следующий ход сразу можем атаковать. Другой просто забудут потери, он потом... Но он все равно будет долго-долго догонять этот флот. Ладно, пусть пока висит. Посмотрим. Пока есть, не просят. У противника уже флоты по 7 кораблей. Значит, у него 7 станций добывающих. Добывающих. Тут пока 4, но тут что-то помощнее крейсеров уже есть. Дисрафтер, вход. Задержал флот империи. Пропаганда. И империя обходит все подряд. И начинает поджирать желтенького. Собираем эсминцы. Все, да, эсминец готов. Отлично. Добавляем его вот сюда. Посмотрим в апгрейды еще. В 280 сможет что-нибудь на модуле. Да, можно, кстати, кое-что набросить на модуле. Генератор щитов для фрегата. Не пойму, пробитие, что ли. Шанс пробития щитов увеличивается. То есть, большая вероятность, что будет бить по броне. Но неплохо тоже. Больше ни на что не хватает. Здесь чаще использовать джамп драйв не очень интересно. Я бы лучше броню какую-нибудь или мощь какую-нибудь поднимал. Но здесь нету. Но берем тогда на пробитие. Два фрегата у нас есть. Будем ими сейчас и пробивать. Так, еще раз проверяем. Сила 520. Наша сила 590. Просто полетели. Вручное сражение полетели. Так, ну вот сейчас мы первый раз поуправляем крейсером. Посмотрим, что там. Два крейсера МК-2 и фрегат и эсминец МК-2. Но у нас все МК-2 уже и даже МК-3 уже эсминцы. Так что по технологиям два равны, один впереди. Непонятно, конечно, по апгрейдам, что там у него. Но это мы посмотрим еще. Два крейсера. Вот вопрос. Впрочем, в общем, ладно, какая дальность у тебя такая же, как у всех. Ракеты не заряжены. Давай на дно вперед. Прижмемся сзади эсминцами. Будем щитами друг друга тут щитомордить вовсю. А фрегатами уйдем на фланговые маневры. Посмотрим, куда там сагрится комп. Никуда не сагрился. Идет по центру. Ну и ладно. Значит, будем заходить фрегатами дальше в тылы ему. Так, подошел и ударил. Он ударил по щитам. И я начинаю тоже. Хотя ракетами я вот лучше долбану по его эсминцу. Чтобы он не ремонтировал ему щиты. Не очень сильно. Не очень сильно. Я надеялся на большее. Тогда сосредотачим огонь на первом. А ты, наверное, не дотянешься. Нет, дотянешься. Хотя вот все залпы практически полностью щит разобрали. Значит, можно за один ход снять щиты эсминцу. Подкрасться фрегатом, начать долбасить. Хорошо зашло. Опа. А тут уже и не хватило даже. Ну, щиты пока не буду бустить. Пока едем дальше. Прилетать по фрегату. Сейчас, кстати, вот этим фрегатом тоже в тыл эсминцу зайду. Постановим сейчас щиты, скорее всего, да. Угу. Ну, у меня там будут сейчас торпеды. И я тоже смогу тут всем восстанавливать щиты налево-направо. Поэтому пока урон идет по щитам, вообще не проблема. В этом отношении фрегаты, конечно, поопаснее. Эть! Снял мне половинку. Делаем так. Не достаешь. Прыжок. Торпеды пошли. Хорош. Не, ну торпеды прям... Ча огонь. Сейчас, может, и сменим, заберу. Подгоняем фрегат сюда. Да. Забираем эсминец. Все, больше щиты никто ему восстанавливать не будет. Получена ачивка какая-то. За разрушенные эсминец. Странно, вроде эсминцев уже разрушал. Так, ну и уйдем отсюда тоже. Не будем тут стоять. Будем туда вот спрячемся. И поднимем щиты еще ракетками. Все. Куда-то упрыгал далеко. Напал на фрегат. Ох ты, да. Хорошо напал мощно, но у меня есть ракеты для восстановления. Хотя восстановить уже нечего. Торпеды. Торпеды пошли. Нет, ну торпеды прям вообще... Ой! Держись, фрегат. Держись, фрегат. Так. Хватаем фрегат, уводим. По себе можно запустить? Нет, по себе нельзя запустить восстановительные торпеды. Здесь нужно еще запустить генератор прежде всего. Уходим тогда пока из боя. Прячемся, прячемся. Тут тоже бы неплохо спрятаться. Лук не по-ближнему. Ну, вообще почти не пробивает. Ну, тоже так. Совсем. Совсем чуток. Заходим ему в тыл. Ну, уже что-то. Хотя вроде борт. Прошлой серии борт вроде сильнее обилие. Посмотрим. Не дотягиваемся. Подальше бы убрать бы. Ах ты. Очень далеко убрал. Не хватает теперь. В дальности. Ладно. Ракеты пошли. Но тоже пока не страшно. Но здесь тем более не страшно. Вот тут уже серьезно может быть. Стартуем генератор. Нет, генератор пока не стартуем. Уходим дальше. Попробуем разнести щиты. Да, сейчас разнесу щиты ему. И теперь без щитов. Я думаю, ему хорошо сейчас зайдет. Неплохо. И пушка сейчас ему. Ну, так себе. Я ожидал большего урона. Честно говоря. Нет. Не такой уж. Большой урон он получил. Но получил. Упрыгать, не упрыгать. Ладно, будем собирать на себя урон. У крейсера всего много. В следующий ход у нас будут ракеты для восстановления щитов. Даже уже есть вопрос, конечно, может быть. Ну, давай первый сейчас пустим. А вторым. Следующий ход. Если что. Ты добиваешься. Ты добиваешься. Ох ты. Ну, не добил. Хотя еще и не все. Атакуем тогда вот этого деятеля. У него совсем чуть-чуть там осталось. Ты стартуй щиты. Давай в бок ему тоже залетай. Может быть добьем. Есть. Минус крейсер. Здесь накачка. Накачка не работает, потому что нечего накачивать. Понятно. Прыгать тогда куда-нибудь далеко. Ненадолго. Упрыгал. Жди теперь там. Тут. Фрегатика. Неплохо бы. Раздубасить. Но для этого надо было встать по-другому. Не так, как я встал. Упрыгиваем тогда тоже отсюда, пока не начали получать. Ай, блин, торпедами. Все, снова плохо. Я встал очень. Мог ракетами отстреляться и торпедами. Ладно, вот так вот прыгнул. Чтобы торпеды не пропали хотя бы напрасно. Сюда за торпеду. А может и ракетами. Да, и ракетами доставлю еще. Теперь до фрегата. Чтобы ему тоже жизнь меда не казалась. Так, эти потрачены, потрачены. Упрыгивает. Ага, ну развернулся, чтобы торпедами ввалить. Понятно. Но не страшно. Я смогу сейчас эти щиты поднять. О! Зараза. Эсминус утрандец. Ой-ой-ой. Тут сейчас тоже. Дело пахнет керосином. Ладно, воюйте сами там. Может выбит, кстати, даже. Да, выбил, отлично. Тут. Восстановим щиты. Развернемся. Хотя фиг не толку. Торпеды потрачены уже. Тогда накидываем всем, что есть. Если нет какой-нибудь восстановителя щитов, то он обречен, как бы. А если есть, то может и восстановиться. Преследуем его. Ну все, пошел корпус. Че не так-то? А, все так. Выжил, что ли? Да ладно. Выжил, зараза. Как, давай спрячемся тогда вот сюда? Че, фрегата заберешь у меня? Нет, не заберешь ты у меня, фрегата. И фрегат его сейчас добьет, значит. Ну ладно. Потерял одного эсминца. Построим. Надеюсь, тут хорошая станция какая-то. Рейсиков набрали. Новая станция. Так, что ты строишь? Батл... Батлкрузер. У нас новый тип корабля сейчас можно сделать. Отлично. Давай сделаем, да посмотрим. Наверное, хода 3 будет делаться теперь. Но неважно, делаем все равно. Там что по мощности? 520. Тут у нас... Ну, как раз сюда добавим батлкрузер. Вместо... 680. Пропаганды нету. Харвестера нету. Все, идем тогда в следующий ход. Пока еще не сталкивались с батлкрузерами. Сейчас посмотрим заодно, как они выглядят. Что у них там за обвесы? О, сожрал. Империя сожрала фиолетовый флот. И... Поджирает фиолетовые точечки. Нас пока не трогает. Хотя вот тут нужно срочно... О, еще два хода ждать, пока дистратор будет готов. Уже могут сожрать, кстати, наш флот тут. Ну и харвестеры сделаем. Быстрее тут соберем. Потому что если они сейчас дернутся, здесь нам не сдобровать. И запустим, кстати, вот пропаганду. Вот сюда. Может, что-то хорошее подцепим. Бригады. Ну, не так. Не так чтобы. Но 9 флотов теперь можно строить из-за того, что взяли эту базу. Хотя... Куда нам столько флотов? Никуда. 530. 1092. 530. Как будто начала расти мощь у них. На десяточку сделали. Тоже апгрейдится чуть-чуть. 690. Здесь мы ждем постройку. Здесь забираем крейсер. Крейсер у нас один. Можно начать строить еще один крейсер, я думаю. Три сотки. Пару эсминцев. Учитывая, что все, все резы уходят только на корабли, то... Вот эти вот так немные. То можно их расходовать как угодно. Этих сделаем. Этих делаем. Ну, вот здесь, наверное, тоже запустим. Про запас пусть будут. И ждем, когда у нас появится батлкрусер, чтобы снести вот эту станцию. Неизвестная станция. А может быть здесь известная станция? Нет, все равно. Думал, может просто пропаганда спутник посмотрит, подскажет. Что-то нет, ничего не подсказал. 530 обгощенного такниума. Нам нужно полтораху, чтобы снести флот и получить месторождение. Нам даже есть куда как бы стрелять. Там вот сюда можно. Но... Два хода надо подождать, чтобы их еще раз задержать. И 25 ходов еще, чтобы накопить. Ну, либо мы сможем нахватать еще станций обогатительных. Тогда это дело нам позволит быстрее набрать. Синий усиливает флоты свои. Продолжает экспансию. Империя пошла на вторую линию. А здесь продолжает подъедать чай летового. Все, да? Никуда он не полез. Так, три хода эта штука будет строиться. Еще два, то есть, да? Тут 530. У нас 470. Можно взять эсминец. Пойти выбить сейчас. Не ждать, пока будет закончена стройка эта. 690. Можно вот тут собрать флот, кстати говоря. Тоже с силой пятихаточку. Два эсминца, крейсер. Два фрегата. И выбить вот эту станцию. Но у нас пока нету. Не эсминцев. Хотя эсминцы-то можно собрать, же есть эсминцы. Сюда вторую эсминец засунуть. Сюда эсминец засунуть. Можно здесь собрать... А, ну крейсера нету, чтобы собрать тут флот. Давай еще строить крейсер, раз они такие долгие. Просто можно взять эсминец, атаковать здесь, забрать. Можно здесь стоять, ждать батлкруйзер. Но это еще два хода займет. Здесь тогда придется атаковать без крейсера. Хотя крейсеры в следующий ход появятся уже. Тут два, тут один. А сейчас тогда, что простой что ли делать? Простой делать очень не хочется. Вот этим можно полететь. Вон туда. Посмотрим, что там видно. Ну вот, кстати. И нашли, и эсминцы взяли. Все, отлично. Тогда ждем. Ждем крейсер, ждем этот. Следующий ход можно будет тут собрать для атаки. Пропаганды вот это забрать? Ладно, все, нормально. Объединяет флоты уже там. Сколько там уже получилось? Так гигантский флот он собрал. Шесть кораблей что ли, или семь? Не успел посчитать я? Ну, для империи это, конечно, не угроза, а к нам он пока не прилетит. Восемь, восемь кораблей уже. Собираем свой урожай. Эсминцев, крейсеров и всего прочего. В этот флот добавляем себе батлкруйзер. Вот здесь собираем флот. Крейсер. Эсминец. Два фрегата. Все, тут тоже флот готов. Этот пойдет туда, этот пойдет сюда. Кстати, что посилишь? 640. Тут 530. Можно, кстати, я сейчас сделал какой-нибудь апгрейд и даже в авторасчет. А здесь мы сейчас запустим пропаганду. И захватим вот этот региончик. Ну, кстати, тоже на апгрейды неплохо. Пойдем посмотрим на батлкруйзер. Вот такая вот махина. ЕМП против щитов и термалочка против брони. Ну, а вот самый универсальный корабль. Он может и щиты сам снимать, и броню сам пробивать. Плюс у него есть генераторы. Ну, и плюс мы его сейчас сразу заапгрейдим. Это что такое? Shield Hardener. По союзному кораблю. Снижает урон щитов на 50%. Вообще отлично. И посмотрим еще модули тогда. Плюс 15% на ЕМП пушку. Здесь. Ракетки. Плюс 15%. Возьмем сюда ракетки лучше. Хотя, не лучше. Это я в крейсера залез. Надо до эсминца было посмотреть. У нас их два. А у нас их и не два, кстати. У нас тут два фрегата. Тогда вообще неправильно сделал. Последние действия. Но уже поздняк. Строим следующий. Тут тоже начинаем строить. Строить. Все, что долго строится, пускай строится заранее. Фрегаты. Сделаем парочку. Так, к нему, конечно, поубавилось. Того 657 стала сила. Летим. Летим. Я думал, будет лучше. Ладно, тогда вручную летим атаковать. Проведем в этой серии вот эту битву еще. Заодно посмотрим в бою на батлкруйзер. Я хотел, конечно, сейчас скликнуть авторасчет, но нет. Ладно, два крейсера МК-2, два... Так, фрегаты МК-3 уже, да? Ага. Нет, фрегаты МК-3, крейсеры МК-2 и эсминцы МК-2. Но у нас все МК-2, эсминцы МК-3 даже. Фрегаты надо подтаскивать, что ли? Кто там у него 3-й там? Да, фрегаты надо подтаскивать свои. Его фрегат мощнее, но у нас наши 2. Как у тебя с дальностью? Дальность хороша. У него, кстати, получше прочих. Раз-два-три. Через 2 он может попасть. Тут, наверное, раз-два вот отсюда. Если сюда подъехать, можно сразу навалить. Только сюда не подъехать. А крейсер насколько к нам приблизится сейчас? На 2. Раз-два. Тогда в следующий ход подъедем и навалим. Фрегаты, фрегаты. Фрегаты. В этот раз вдвоем летят. Запинывают фрегат. Раз он мощнее, пускай они... Так, а он там спрятался. Он не хочет, чтобы мы прилетели его запинывать. Еще раз смотрим дальность. На одну клетку нам надо подвинуться всего лишь. И навалим сейчас как... Ушкой. Ну вот. Прям красотища. Так, а у тебя дальность? У тебя одной клетки не хватит подвинуться. Тебе на 2 будет выйти. Мы пошли тогда на 2. И накидывать тоже будем сразу. Просто сейчас урон в щиты эсминец возьмет да снимет. Как бы щит-то, конечно, мы сняли за один залп. Это все чудесно, замечательно. Но он сейчас восстановится, да и все. А у меня эсминец один только. А мне тут щиты-то восстановить некому будет. Битому эсминцу. Ну вот, вот пошло восстановление. Так что эсминец надо свой убрать подальше. Чтобы вы не ломали. Вот так вот. Ой, уходи-ка отсюда. Фрегат будем забивать сейчас. Там щиты поменьше должны быть. Все, фрегат я вам сейчас заберем. Эх, жалко ракеты. Ну ладно, фигач. Зато минус фрегат. Бустер. Может быть есть бустер. А, нет. Генератор и бустер не то же самое. Ну давай поставим снижение урона по щитам. Ага, вон там сверху еще одна появилась. Пускай прикрывает. Это долго будет перезаряжаться, конечно, штука. Но без разницы. Пусть. Эти парни продолжают обходной маневр. Задача забрать эсминца. Чтобы он не восстанавливал щиты к рейсерам. Ну, как раз вовремя я усилил щит. Да, весь этот урон уйдет на мимо сейчас. Хотя не на мимо она. Эта штука снижается и эта штука снижается. Просто меньше снижается основной щит. Так, а этот вообще выстрелил вон аж куда. Мне надо развернуться и дать торпедой. Прыг сюда. Выход сюда. Пошла торпеда. Так, термический пока подожди. У меня есть. Сейчас пробьем ему щиты. Стрёмно, конечно, эсминцы выгонять вперед. Но я хочу полностью снести щит. Чтобы пушками уже бить не по щитам, а сразу по корпусу. Эсминец, кстати, может ещё и упрыгать. Чтобы ему не прилетело в обратку. А, далеко, далеко. Надо было сейчас вот здесь установить. Ну ладно, ещё это за один ход снижается. Ещё столько же снимут. На один ход хватит явно. Возвращаемся. Одной манёвр не успели сделать. Время долбать крейсер без щитов. Так, уходим дальше, чтобы они не сагривались на него. Упрыгал. Торпедами. Упрыгал для торпедного залпа. Сильнее снял, чем я рассчитывал. Поэтому в прошлом ходу, конечно, надо было поднимать щиты обратно к крейсеру. Но устоял. Он устоял. Это хорошо. Значит, подходим ближе. Вот так вот сейчас я сделаю. Здесь ракеты с щитами. Здесь пушки. Немного урона, конечно. ЕМП, потому что но все равно по чуть-чуть, по чуть-чуть нас носит. Гоним фрегатик. Гоним еще один фрегатик. И в упор накидываем в борт прямо. Тоже не хватает угла поворота. Но ракетами, я думаю, заберет. Да, минус крейсер. Пушки. Следующий наш. Вот это наша цель будет сейчас. Подкрадываемся поближе. И зарядилась термал-бараж. Баражившие боеприпасы. Погнали. Сейчас, наверное, нормально налетит ему. Нормально, да. Неплохо так. В принципе, все отстрелялись. Следующий ход мы тогда заберем эсминца. Он не хочет. чтобы его забрали. Уматывает. И этот уматывает. Ага, он торпедный. Ох ты, сейчас торпеды прилетят по крейсеру. Держись, крейсер. Держись. И ракеты, и торпеды. Как бы крейсер сейчас не снесло. Есть торпеды? Нет торпеды. Мне бы хотелось бы, конечно, добивать эсминца. Но я не дотягиваюсь туда никак. Придется долбасить сюда. А! Нифига не шип бустер, потому что генератор надо. ой, блин, на пушке не хватает. Ни на что не хватает. Попробуем уклониться. Возвращается. Напал на эсминца. Все что ли? Это все? Не уверен, что я смогу так стрелять, на самом деле. А я и не смогу так стрелять. Забираем эсминец, чтобы он не подошел на помощь. Сейчас я сменю транзит. Готов. Здесь. Не могу ничего подзарядить. Ракеты. Генераторов тоже пока нету. Ладно, прыгаем тогда. Подальше. Нет, не дотянулся. Слишком далеко прыгал. Ой, это была ошибка. Не надо было приближаться, надо было сидеть там. Потому что сейчас можно... И... Нет, устоял. Устоял он, устоял. И сейчас тогда, наверное, заберем его. Все, пошел корпус. Блин, этого порт штука не стреляет. Генераторы. Но я сейчас выйду на торпедный... Не выйду, а на торпедный залп. Никак я не встану, чтобы торпеды лупануть. Ладно, ракеты тогда пошли. Пушки. Ну, может быть, я сейчас его уделаю все равно. У меня вроде побольше огневой мощи. И еще один фрегат сейчас прилетит тоже. Достанешь? Достанет. Все. Победа. Ну, вот в этот раз даже ничего не потерял. Хотя, так, потрепали. Кое-что потрепали. Ну, сколько рейсов захапал. Нормально. Рейсов вообще нормально взял. Можно новые апгрейды делать какие-то. Еще одна база этих самых. Баттл крузеров. Отлично. Ну и начнем стройку тогда. Раз процесс долгий. И хотя весь так в нем я потратил уже практически. Был три с лишним тысячи. Осталось 1200. Харвестер нужен срочно, чтобы активнее копать. Флот походил. Ну, и в следующий ход пойдем вот этим флотом вон туда в атаку. Как раз еще что-нибудь заапгрейдим. Ну, будет это уже в следующей серии. Пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся на канал. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой и других стратегий. Спасибо за просмотр и пока.